Друзья, 97% зрителей смотрят новости без подписки, подпишитесь, чтобы не пропустить свежие новости. Финны, конечно, очень забавные ребята. Сначала они закрыли все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, затем перестали пускать даже своих граждан обратно в Финляндию из России, а после слезно всем пообещали, что никто эти пункты не откроет. Даже целая глава МВД Финляндии, Мари Ронтанин, прислонив руку к сердцу, лично пообещала, что в ближайшее время ни одна мышь через границу не проскочит. А уже через два дня, под покровом ночи, из порта катки вышло грузовое судно. Знаете куда? В Санкт-Петербург. Причем перевозчиком выступили эстонцы. Самое забавное, что содержание грузов держат в тайне. Понятно, что финны нам продают санкционку, скорее всего промышленное оборудование, которое более чем востребовано в России, с учетом роста обрабатывающей промышленности почти на 10% год к году. Разумеется, что после того, как правительство Финляндии начало сворачивать все торговые связи с Россией, закрывать границы и всячески перекладывать издержки на обычных финнов, они тут же получили кучу серых схем от своего же бизнеса, который уж точно не готов жертвовать доходами ради какой-то там древней шумери. Финны не немцы, их с русскими связывают долгие годы торговли, взаимных поездок и тысячи теплых вечеров между собой. Вот и организовали находчивые жители страны тысячи озер параллельный импорт. И чхать они хотели на наставления и бравурные речи своего президента и его свиты, которых англосаксы крепко взяли за полусферы шантажом или подкупом. Но вопрос даже не в этом, а в том, что финские семьи беднеют. Ниже уровень сбережений домохозяйств. Если хотите посмотреть, как живут хваленные европейские семьи от зарплаты до зарплаты, посмотрите на финнов. Их недалекое правительство бросило людей под каток санкций. Так что неудивительно, что они начали придумывать схемы. Знаете, чего больше всего нужно бояться финскому начальству? До того, что им устроят сговорившиеся русские и финны. Они им такой параллельный импорт устроят, мало не покажется. Ни финскому президенту, ни начальнику главной табуретки в Брюсселе. Дайте только развернуться, а там торговля пойдет, как по маслу. Граница будет на замке, усмехаясь пробурчали русские и финские челноки, резво перекидывая контейнеры с санкционкой из самого сердца Евросоюза на берег финского залива. Финские власти, по всей видимости, решили окончательно похоронить свою страну в отходах. Они вдруг заявили, что смогут обойтись без помощи Росатома и вообще им больше не нужно топлива. Рискованные шаги, иначе и не скажешь, но тут главное, чтобы нас не зацепило. Теперь о том, что же за катастрофа может ожидать Финляндию. Дело в том, что местные власти решили перевести АЭС Лавиеса на американское топливо. Но тут надо понимать, что внутри энергоблоков находятся советские реакторы. Они в принципе не предназначены для работы на другом топливе. Однако финнов это не остановило и, как уверяют эксперты, они уже загрузили пробную партию топливных сборок от американской компании и один из реакторов. Общая мощность станции составляет 1 кфт энергии, что в 4 раза меньше, чем у одного современного реактора. Но они все равно решили рискнуть и проверить, как все будет работать без поддержки Росатома. Пока не началась вся эта возня с санкциями, именно российская топливокорпорация снабжала станцию топливом. Она же и занималась дальнейшей утилизацией и в целом обеспечивала безопасность как на самой АЭС, так и в ближайшие округи. Что сейчас они будут делать, отказавшись от услуг Росатома, пока непонятно. Но то, что сами себе создают проблемы, это вполне очевидно. Немцы приехали в Россию с одним вопросом – вы сможете пустить газ? На родине этот шаг не оценили. О скандале, развернувшемся потом в Германии, рассказала Мария Захарова. Самая страшная для Запада ситуация, когда электорат знает правду, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе экономического форума. Она обратила внимание, что недавно, например, немцы приехали в Россию с одним единственным вопросом. Журналисты хотели получить ответ в Москве, потому что знали, что дома правды не добьются. Их вот что интересовало. Вы, мол, сможете пустить газ немцам? Ну, в хорошем смысле слова. По оставшейся нитке трубопровода «Северный поток». То есть сможем ли мы, если такое решение будет экономически согласовано? Технически это возможно? И сколько на это время не потребуется? Они получили ответ, официальный, несколько недель, подчеркнула дипломат. Однако на родине этот шаг журналистов не оценили. Так, правоохранители в Германии тут же объявили немецкое издание «Компект вне закона». Почему? Как у Оруэлла. «Мир посправды не терпит правды, не терпит реальности, не терпит истины. Они закрывают все, они глушат все, что напоминает им об истинном положении дел». Вот и все, констатировала спикер МИД России. Она также рассказала о вопросе японского журналиста, который прозвучал во время брифинга. Он начал говорить, ну что, как вы там, надо в таком случае им просто приводить факты. Я сказала, не знаю уж, как вы называете то, что вы с нами делаете, но результат-то обратный. Вы же, Япония, пытались, так сказать, подмеукнуть вашим хозяевам в Вашингтоне и тоже вести в отношении нас ограничения незаконные санкции. Чем закончилось? Хотели разрушить нашу экономику, разрушили свою. А экономика России, даже по данным международных валютно-финансовых институтов, занимает лидирующие позиции в мире. И это с учетом той санкционной, которую развернули страны Запада, подчеркнула Захарова. И опять же, к тем же самым японцам. Ведь им же теперь не видать российского рынка для реализации своего автопрома. Долгие-долгие годы. Я не люблю говорить слова никогда и навсегда. Но все же реально понимают, что пришедшая сюда автомобильная продукция других стран так легко уже не отпустит наш рынок. Поэтому в Японии занимаются самобманом. Европа вновь и вновь наступает на те же грабли, но при этом продолжает утверждать, что США просто гениальные партнеры. И здесь впору задуматься о том, что у них не все нормально с головой, но нет, это такая своеобразная игра в уничтожение собственной экономики. Однако правила начали меняться, причем в худшую сторону. Европа вдруг поняла, что может и вовсе остаться без газа из США. Пока он еще поступает на европейский рынок, но вместе с тем заметна тенденция на увеличение поставок из России. Эксперты проанализировали статистику и пришли к выводу, что показатели закупок российского газа вернулись к тем значениям, которые были раньше. Таким образом, даже до самых непробиваемых европейцев начало доходить, что на дорогущем американском жиженом газе далеко не уедешь. Последние несколько месяцев президент Казахстана Такаев вынашивал планы по созданию крайне выгодного и дешевого транзитного пути из Азии в Европу по территории России с целью организации легального беспошлиного транспортного коридора, по которому Казахстан планировал поставлять в ЕС свои товары и товары третьих стран. Проще говоря, создать полноценный казахстанский перевалочный хаб со своим беспошлиным транзитным транспортным коридором прямиком через Россию в Евросоюз. Впервые об этом упомянула пресс-служба Такаева в конце прошлого года, а уже в этом году началось активное лобби. Если Казахстан хочет что-то продать или что-то купить в Евросоюзе, то он доставляет эти товары железной дорогой через территорию России. За это Астана платит экспортные пошлины в российский бюджет. Обычная практика. Так работают по всему миру. Но косым же Март Кемелевич Такаев известный многостолец. Используя свое положение в Евразийском экономическом союзе, макроэкономическая зона России он начал лоббировать. Чтобы Россия при казахстанском транзите перестала взимать экспортные пошлины и установила для Казахстана внутренние ставки на железнодорожные перевозки. Это так, как у нас сейчас внутри союзного государства России и Беларуси. Таким образом, у Казахстана появляется свой личный транспортный коридор, по которому он может пускать свои и чужие товары практически беспошлино. Как следствие, это повышает конкурентоспособность экономики Казахстана, а вдобавок позволяет ЕС избегать российских ограничений на транзит и продавать свои товары в Азию в неограниченном количестве, уплачивая копеечные тарифы за перевозку российской железной дорогой. Напомним, что Россия закрыла для большей части европейских перевозчиков свою территорию, и они вынуждены переплачивать посредникам, либо пользоваться услугами российских компаний. Приехав на евразийский саммит, Касым Такаев начал предлагать руководству Высшего Евразийского экономического совета свою задумку под соусом евразийской интеграции. При этом в этот самый день Такаев высказался, что союз России и Беларуси – это проблема для него, а на предложение Лукашенко вступить в союзное государство ответил в откровенно хамской форме. Владимир Владимирович на все это посмотрел, подумал и публично отказал Такаеву. На ходчивости Путина, разумеется, нужно отдать должное. Можно, конечно, было просто отказать с формулировкой «Россия эта инициатива неинтересна», но президент принял более грамотное решение, разрешив Казахстану возить к себе европейские товары по внутренним тарифам.